Вы знаете, его даже в мониторинге нету. То, что сейчас происходит, это вообще ебануться на самом-то деле. И просто берёте всё это, зачёркиваете. Претензий к автору видеоролика вы абсолютно точно не имеете. Всё. Значит, смотрите. Я считаю, что самый недооценённый проект в GTA Samp на Android, это... Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Друзья, я вас всех приветствую. Мне часто говорят, мол, слушай, вот ты там вот часто рассказываешь нам о каких-то проектах, о каких-то серверах. Да и сам ты снимаешь на каком-то там, знаешь ли, вот этом вот сервере. Но ты знаешь, они все какие-то очень такие, знаешь ли, на хайпе. Вот все такие хайповые, все какие-то, знаешь... А вообще ты, вот ты на самом деле, ты снимаешь на переоценённом проекте, донат машине вообще и на говне полном. Потому что там скины бомжи и Данил Геррера когда-то там давно, в 2015 году, сказал, что Arizona RP вот говно. Поэтому вот оно, как бы, сам понимаешь, полная вот хуйня. Поэтому ты должен за все это, как ты понимаешь, ответить. Потому что вот это вот все, что ты тут показываешь, это вообще полное говно. Я решил, ну вот вы знаете, в чем дело. Я вот действительно показываю постоянно одни вот какие-то переоцененные проекты, которые уже все оценили, у которых уже есть свое имя и которые уже все в GTA Samp знают. Уж тем более в GTA Samp YouTube, а уж тем более в GTA Samp на Android. И в YouTube Android, GTA Samp и вот все-все-все вот это вот прочее. Поэтому сегодня я бы хотел с вами обсудить один такой, знаете, проект, который, по моему мнению, является недооцененным. Вот который почему-то недооценили, хотя вот он на поверхности абсолютно точно лежит. Я вообще не могу понять, почему вот среди всех вот этих вот проектов, которые есть, именно этот проект остался без внимания. Потому что в мобильном сегменте, хочу вам напомнить, там вот этот вот весь Asantrop RP, вот этот вот там, знаете, прочие вот эти типа онлайн ролеплей, флейм ролеплей, а сервак там поясняю за или там спрашиваю за вот этот Samp Mobile и вот все вот эти вот прочие серваки. А вот, ну, в самом... А как вот его там могли обойти вот этот вот самый сервер? Потому что его, вы знаете, его даже в мониторинге нету, в самом деле. То есть, если зайти в журнал, да простит меня Господь, Live Mobile, то в мониторинге не будет этого проекта. И самое интересное, почему? И вообще, онлайн данного проекта его отследить невозможно. Потому что, ну, возможно, там играет ноль человек, возможно, 12 тысяч, возможно, 13 тысяч. Я даже не знаю, я вообще не знаю, на что тут уже можно уповать, на что тут можно вообще рассчитывать. Потому что то, что сейчас происходит, это вообще ебануться на самом-то деле. Поэтому давайте-ка мы начнем со всего по порядку. Вообще, с GTA Samp на Android я познакомился не так давно, поэтому, если я какие-то проекты, возможно, которые уже все из вас знают, которые, возможно, уже, ну, типа, вы со всеми этими проектами ознакомились, и вы их знаете, типа, то не нужно мне, как бы, в комментарии писать, что, типа, ты дебил, и это один из, вообще, самых популярных проектов в GTA Samp. Пожалуйста, я вас прошу, ничего такого делать не надо. Потому что, если вы такое будете писать, то какой вообще смысл тогда моего ролика? Тогда получается, что мой ролик, который я записывал, денно и ночно старался над ним, писал сценарий, все это озвучивал, какие-то интересные моменты находил, возможно, зарисовки там делал, и вы, вот, все мои старания, все вот эти вот мои научные труды, вы их просто зачеркиваете. Вот просто вот так вот берете ручку, возможно, карандаш, возможно, у кого-то есть кисточки, вот такие, знаете, которыми мы рисовали на ИЗО, и просто берете все и зачеркиваете. Я не понимаю, как люди вообще могут быть такими жестокими, поэтому давайте, как только я вас подготовил, вот сейчас вот, вы можете в комментарии написать, что все, я подготовлен для того, чтобы, так сказать, воспринимать всю вот эту вот, знаете ли, информацию, и чтобы все было вообще нормально, и чтобы все было вообще хорошо. И вот, то есть, если вам даже вот это вот все не понравится после просмотра моего видеоролика, вы уже не сможете ничего сказать, потому что комментарий будет заскрининен и отправлен в одну из баз, так сказать, американских, пентагоновских, и вот всех вот этих вот, поэтому я вам не советую. Поэтому вот прям сейчас напишите, что вы согласны с условиями публичной оферты, что все условия вас устраивают, и вообще претензий к автору видеоролика вы абсолютно точно не имеете. Всё, а написали в комментариях, давайте начнём. Значит, смотрите, я считаю, что самый недооценённый проект в GTA Samp на Android, это Arizona Mobile. Да, возможно, вы мне сейчас можете сказать, что Arizona RP достаточно популярный проект на компьютере, но в том-то и дело. Вот именно, проект популярный на компьютере. И когда он, казалось бы, должен был запуститься на мобилке, он должен был быть, ну, каким-то таким, знаете, более-менее, что ли, нормальным. В общем, на нём должны были более-менее играть, а он даже в мониторинге-то не отображается. Вы прямо сейчас можете зайти на Live Mobile или ещё в какие-нибудь мониторинге вот этих вот всех мобильных серверов и посмотреть, что там нету Arizona Games или Arizona Mobile или Arizona RP, то есть там ничего такого нету. Что делать? Почему так происходит? Получается, что проект Arizona Games, его специально вытесняют из всех вот этих вот топов, чтобы он никуда не попадал и не смог составить конкуренцию. Мы же даже не можем узнать весь этот онлайн, который в самом деле есть на Arizona Mobile. Откуда нам его узнать? Как нам его узнать? Мы не знаем этого всего. И поэтому я считаю, что мы должны с вами объединиться и, я не знаю, возможно, как-то постараться сделать так, чтобы Arizona Mobile стал оценённым. Потому что в данный момент его недооценили абсолютно. Я не знаю как. По ссылочке в описании вы сможете перейти в мой телеграм-канал и там вот увидеть все инструкции по Arizona Mobile. Там помимо всех этих инструкций есть прочие вообще вещи, а с которыми вам также было бы неплохо ознакомиться. Но в целом, как бы даже с этим будет нормально. Однако, если вы со мной не согласны, что, допустим, Arizona Mobile является оценённым проектом, который уже все оценили, на котором уже играют все ваши друзья, возможно, ваша мать, возможно, ваш отец, возможно, ваша собака и кошка. Если в самом деле я допустил некоторую ошибку при своих аналитических расчётах, то вы об этом можете написать в комментариях. В таком случае я выпущу опровержение, в котором скажу, что Arizona Mobile на самом деле нормальный проект, на котором, в принципе, можно играть и который, в принципе, уже оценили. А играть уже, как бы или нет, это уже дело, ну, знаете ли, каждого человека. Поэтому, по айпишнику описаний, в случае, если у вас есть компьютер, вы можете зайти на Arizona, RolliPlayFenix, там ввести мой никнейм Данте Коннор, один из лучших никнеймов. Наверное, самый лучший никнейм на Фениксе после того, как ушёл оттуда Андре Сукре. Поэтому, друзья, если вы ещё до сих пор думаете, какой никнейм ввести, что нужно сделать и так далее и тому подобное, то даже не думайте и вводите Данте Коннор, чтобы всё у вас было нормально, замечательно, а также отлично. Также переходите в телекрам-канал, там есть все инструкции по Arizona Mobile. Всем спасибо за просмотр, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok